В четверг днём на площадке около кинотеатра «Искра» было необычно многолюдно. В разгар рабочего дня дети и взрослые с удовольствием окунулись в праздничную атмосферу. В «Видном» проходил традиционный областной конкурс-фестиваль мастер-классов по народному творчеству и художественным ремёслам. Умением мастерить и рукодельничать приехали поделиться юные таланты со всего Подмосковья, рассказывает Татьяна Акимова. Ежегодный конкурс-фестиваль по народным и художественным ремёслам творчества традиционно открывает празднование Дня славянской письменности и культуры. Каждый год участниками этого грандиозного мероприятия становятся десятки учреждений дополнительного образования Подмосковья. В этом году город принимал гостей из 29 районов и округов. Работу вели 166 мастер-классов. Педагоги и дети приезжают поделиться опытом, перенять что-то новое, а это необходимо прежде всего для сохранения традиций. Есть мастер, есть жизнь вокруг этого мастера. Мастер уходит, пропадает ремесло. И очень важно, для нас это очень важно, вот это мероприятие делать. Может быть и всё остальное не важно. Вот это мероприятие очень важно показать, как дети обучены, как область хранит ремёсла. Действительно, сегодня народные промыслы и ремёсла забываются. В городах это происходит быстрее. Кто, например, из современной молодёжи умеет плести из лыка? А ведь раньше на Руси плели и лыковые лапти, и игрушки делали. Тогда были только такие вот куколки, лошадки, стоги сена. У людей работала фантазия, и они воплощались вот в этом деле, в лыковой скульптуре. Народная фантазия в чём только не воплощалась. Самый распространённый материал – глина. Никита Лобарев из Центра детского творчества «Импульс» давал мастер-класс «Филимонковская игрушка». Грушка, она отличается своей неповторимостью. Она очень по раскраске яркая, и формы очень длинные, вытянутые такие. Они не очень похожи на оригинал, на животное. Хотя вот можно понять, что это игрушка. Рядом валяние из войлока, рисунки на стекле и на бумаге, тестопластика. Я сделала вот такой вот браслетик-оберег. Мне очень понравилось. Это весело, здорово и быстро. Взрослые тоже не остались в стороне. Милые дамы не могли пройти мимо мастер-класса по изготовлению женского текстильного украшения «Гривны». Творчество. И вот решила сама немножечко обладеть. Вот, методикой такой интересный. В этом году впервые проходили уроки по шахматам. Также свою площадку представила школа раннего развития творческого объединения «Импульс». Была игровая программа. Здесь у нас играли клоуны с нашими детками, с родителями. Кидали мячики, прыгали, скакали, в подвижные игры играли. По традиции в рамках проведения фестиваля состоялся большой галоконцерт победителей районного творческого конкурса «Веснушка-2014». Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.